Библейские чтения, часть 20. Апостол Петр. Апостол Петр был в третий раз посажен в тюрьму. Несколько дней он сидел там, он был скован цепями. Кроме сторожей, которые стояли у всех дверей, к нему на ночь ставили двухчасовых, и он спал между ними. Однажды ночью в темнице вдруг сделалось светло, явился ангел Господень и сказал ему, «Вставай скорее!» Петр встал, цепи свалились с его рук, ангел сказал ему, «Оденься, обуйся, подпояшься и иди за мною». Петр идет за ангелом и думает, не во сне ли все это ему видится. Прошли мимо первых часовых, мимо вторых, пришли к железным воротам на улицу. Тяжелые ворота без шума отворились сами собою, и они вышли из тюрьмы. Прошли одну улицу, и ангел скрылся. Посмотревшись вокруг себя, Петр сказал, «Да, теперь я вижу, что Бог послал ангела своего избавить меня». Потом пошел к тому дому, где апостолы и другие верующие собирались молиться Богу. Вы, вероятно, догадываетесь, зачем они собирались на молитву ночью. Днем они боялись евреев. Они сами были евреи. Неужели боялись друг друга? Пуп-автор как бы невзначай забрасывает антисемитский крючочек, чтобы у детей невольно отложилось в уме, что евреи плохие, а апостолы и прочие христиане, включая Иисуса, не евреи вовсе. Ай-яй-яй, Гитлер с Геббельсом дружно аплодируют. Петр подошел к дому, постучался в двери, вышла служанка и спросила, «Кто там? Чья служанка? Апостольская? Но они же все были бессребренники, все отдавали нищим. Не имели ни богатств, ни слуг, или все же имели?» Петр сказал, когда служанка услыхала голос Петра, она так обрадовалась, что забыла даже отпереть ему двери, а побежала в горницу сказать, что Петр стоит у сеней. Отличная служанка. Так обрадовалась, что двери не открыла. А если Петра там того и гляди, убьют злые евреи, ой, Гевальд. Но мне кажется, что служанка была не такой дурой и просто побоялась провокации. Ей стали говорить, «В своем ли ты уме?» Она спорила, что слышала голос Петра, а Петр стучит и ждет, скоро ли его впустят. Наконец отперли, впустили. Это похоже на какой-то идиотизм. Служанка говорит, что вроде бы слышала голос Петра. Апостолы говорят, что она дура, а Петр в это время колотят в дверь. И никто ничего не слышит. Что же у них там за дом такой был? Дворец? Петр рассказал, как ангел вывел его из темницы. Ученики радовались и благодарили Господа. И не только в Иерусалиме иудеям проповедовал апостол Петр об Иисусе Христе. Он ходил по всей иудейской земле, ходил и в чужие, далекие земли, говорил об Иисусе и язычникам и крестил их. И его уже никто не трогал? Никто не преследовал? Удивительно. Просто какой-то неуловимый джо. Он ходил в Рим, где жили римские императоры, и там обратил многих ко Христу. Он был даже во дворце, и там крестил жену римского императора. А вот это уже интересно, ребята. Какую еще жену римского императора умудрился крестить ловкий Петр? В исторических документах ничего такого и близко нет. Но в некоторых религиозных документах говорится, что покрестить Петру удалось не одну императорскую жену, а целых две. Что же это было за лопоухий император? Да сам Нерон. Дескать, узнав, что Петр учудил над его женами такое непотребство, он взбесился и устроил гонение как на самого Петра, так и на всех христиан в Риме. Прямо так и пишут, мол, став благочестивыми христианками, жены перестали давать своему похотливому мужу. Именно это и послужило причиной озлобленности последнего. Но давайте разберемся в этом теле поподробнее. Дело в том, что у Нерона было три жены. На первой, Клавдии и Октавии, он женился по расчету и довольно быстро от нее избавился по наузке у нее любовницы, поскольку брак заключался ради наследника, а Октавия была бесплодной. Сам же Нерон, будучи женатым, сначала крутил амур из какой-то рабыней, а потом переключился на жену своего товарища, которая имела говорящее имя Попея. Эта самая Попея Сабина была той еще тварью, но красивой. К тому же, вполне способной рожать. Что сделал Нерон? А он просто выгнал своего товарища куда подальше. Повезло, что не убил. И женился на его жене. А как же Октавия, спросите вы? А ее оклеветали и казнили невероятно жестоким способом, который я тут описывать не хочу, так как не люблю смаковать садизм, как это любят делать протеерей соколов. А что благочестивая христианка Попея? А что благочестивая христианка Попея? А она потребовала удостоиться в смерти соперницы, затребовав ее голову, которую ей и предоставили, да еще и руку в придачу. В результате Нероны Попея стали супругами. Жили они, не тужили. И по воспоминаниям Тацита, Попея была той еще оторвой, вела разгульную жизнь и любила всякие извращения. Особенно ей нравилось тусоваться со всякими колдунами и оккультистами. Вполне возможно, что в эту кодлу затесался и наш Петр, записав себе в актив целую императорскую жену. Но была ли Попея нравственным человеком? Нет, не была. Сначала, правда, у нее все шло хорошо. Она родила Нерону дочь, но та, очень не кстати, вскоре умерла. С этого момента чувства императора к супруге стали подостывать. Попея забеременела снова, но разбуянившийся Нерон неудачно прописал ей поддых для ума, после чего у нее случился выкидыш, а сама она благополучно загнулась. Вот такая история. Ну а Нерон горевал недолго и вскоре опять отбил жену у своего лучшего друга, которого вынудил покончить жизнь самоубийством. До этого же Нерон с его женой долго крутил шашни. Отличный был друг этот Нерон. У его новой жены, Сатилии и Миссалины, Нерон был, внимание, пятым мужем. И после его смерти она еще пыталась выйти замуж, но что-то не задалось. Можно судить, какой она была благочестивой натурой. Прямо само благочестие. Так что я затрудняюсь сказать, обращал ли их Петр в христианство. И если обращал, то каким образом это на них повлияло. Разумеется, вся эта тема с крещением Нероновских жен попахивает одним большим враньем в стиле РЕН-ТВ. Чудеса, совершенные апостолом Петром Апостолу Петру, так же, как и другим апостолам, Бог дал благодать, особенную силу исцелять больных и творить разные чудеса. Когда он проходил по улице, то выносили больных и клали их на дорогу, по которой он проходил. Вы видали, разумеется, свою тень, которая двигается, когда вы идете или бежите. В общем, продолжаются офигенные истории с лечениями, воскрешениями и прочими типовыми чудесами, которыми раньше занимался Иисус, а теперь начали заниматься его апостолы. В городе Лиде он исцелил одного человека именем Энея, который восемь лет был в расслаблении и не мог встать с постели. Эней тотчас выздоровел, встал и начал ходить. Многие видели это чудо и уверовали во Христа. Да-да, подобных историй мы тут уже прочитали невероятное количество. В это время в соседнем городе Иопии захворала и умерла одна благочестивая девица Тавифа. Которая веровала в Иисуса Христа. Ее после смерти вымыли и положили на стол. Услыхав, что недалеко находится апостол Петр, послали за ним. Когда Петр пришел, женщины, бывшие в доме, плакали и показывали Петру рубашки и платья, какие шила Тавифа. Петр выслал всех вон из комнаты, встал на колени, помолился Богу, потом, обернувшись к покойнице, сказал «Тавифа, встань!» Покойница открыла глаза и села. А она опять принялась за свои работы. Вот прям так сразу, воскреснув, принялась дальше шить платье. Это, безусловно, самый полезный зомби в хозяйстве. Мозги не жрет, а занимается рукоделием. В Риме у одной знатной вдовы умер сын. Апостол Петр сказал умершему «Юноша, встань!» «Встань! Воскрешает тебя Господь Иисус Христос!» Мертвец ожил и встал. Ну, вы помните, опять вдова и опять умерший сын, которого воскресили. Какой это уже случай третий? Ничего нового. Одни самоповторы. Мученическая смерть апостола Петра. Когда апостол Петр был в Риме, там царствовал развратный и жестокий император Нерон. Этот Нерон, так же, как и другие язычники, не любил христиан. Он велел брать их и мучить. Неплохо было бы пояснить, почему Нерон ненавидел христиан. Ведь римляне испокон веков относились лояльно ко всем религиям. Священники утверждают, что Нерон разозлился на христиан из-за Петра, который, дескать, переманил в свою веру двух его жен. Но этот миф мы уже развенчали. На самом же деле ответ довольно прост. Нерону на христиан было наплевать, как и предыдущим императорам. Расправляться же с ними он начал по велению народа, который баламутили жрецы, почуявшие, что у них отнимают хлеб. Дело в том, что христиане отличались невероятной держестью и фанатизмом. Они не просто не признавали языческих богов, за это время никого не наказывали, а выступали против них, указывая на то, что иная религия ложная. В результате у новой секты появлялось все больше последователей. Денег и жертв христианство требовало существенно меньше, чем десятки римских богов, а результат веры был точно таким же. А если нет разницы, зачем платить больше? Вот и потекли финансовые потоки мимо жреческих кошельков. Пришлось жаловаться императору, но тот отреагировал с присущим ему размахом, с кровопролитными игрищами на аренах и массовыми избиениями. Приготовьтесь, сейчас папа автора опять понесет в чернуху. Впереди его любимая тема. Чего, чего не делали с христианами? Били, секли, вешали на кресте, отрубали руки, ноги, головы, жгли на огне, варили в горячем масле, сдирали ногти, кожу со всего тела, вырывали язык, выкалывали глаза, отдавали на съедение диким зверям, вешали на дереве и строгали железными граблями, обмазывали все тело смолою и зажигали. И много-много других мучений придумывали злые язычники, чтобы заставить христиан отказаться от Христа и поклониться языческим идолам. Страшно и говорить о мучениях, которые терпели христиане от язычников. Слава Богу, что мы живем теперь, а не в то время. Нам с вами, друзья мои, пожалуй, и не перенести бы этих мук, а христиане все это терпели, не отказывались от Христа, не молились идолам и не приносили языческих жертв. Целые тысячи умирали за Христа. Это еще более сердило мучителей. Особенно же старались мучить апостолов и учителей христианских. Обычная межрелигиозная борьба, она и сейчас кое-где продолжается, и не менее жестока. Но прошу заметить, что христианство в итоге победило язычество, причем довольно быстро и с разгромным счетом. Христиане боялись, что и апостолы Петра язычники возьмут, будут мучить и убьют. Они уговаривали его, чтобы он ушел из Рима. Петр послушался и ночью потихоньку пошел из города. Он уже вышел за городские ворота, как вдруг видит, что ему навстречу идет сам Спаситель Иисус Христос. Испугался и обрадовался Петр, поклонился ему и спросил, «Господи, куда идешь?» Господь отвечал, «Иду в Рим, чтобы меня там опять распяли» и скрылся. Петр догадался, что он нехорошо сделал, убегая от мучений, и вернулся в Рим. Там его язычники схватили, посадили в тюрьму и присудили распять на кресте. Апостол Петр просил, чтобы его не распинали, как Иисуса Христа, потому что он этого не стоит, а распяли вниз головою. Так и сделали. Ноги его были приколочены к верху креста, а голова висела вниз. Храбрый поступок, но совершенно бессмысленный. Иисусу мучения на кресте были предписаны изначально, Петра же никто нарываться не заставлял. Более того, от него было бы больше пользы, если бы он пожил подольше, леча людей, воскрешая мертвых и уча язычников христианским заповедям. Разве нет? Апостол Павел Павла сначала звали Савлом. Савл был фарисей, который терпеть не мог учеников христовых. Он ходил по Иерусалиму, врывался в дома и всех верующих во Христа подправлял в тюрьму. Но этого ему показалось мало. Он пошел к первосвященнику Каиафе и просил, чтобы ему позволили идти в город Дамаск, переловить там всех верующих во Христа и мужчин и женщин и отправить их в Иерусалимскую тюрьму. Первосвященник позволил, и Савл отправился. Нормальный заход. Дамаск вообще-то находился в Сирии, а не в Иудее. То есть он попросил верховного иудейского попа, чтобы тот разрешил ему отправиться в другое государство, наловить там граждан этого государства, привезти их в Иудею и бросить в тюрьму. Круто, ничего не скажешь. И, кстати, поп-автор опять забыл нам рассказать, что Павел это заштатный апостол. Его, как и Матфея, уже после смерти и воскрешения Христа приняли в апостолы. Но в козырное ядро из 12 человек он не входит, хоть и очень почитается современными попами. Около полудня он подходил к Дамаску. День был светлый, ни одной тучки на небе, и светило солнце. Вдруг с неба заблистал свет, сильнее солнечного. Саввул и все бывшие с ним не могли перенести этого света, испугались и пали на землю. Тогда Саввул услышал голос, который говорил ему, «Саввул, Саввул, что ты меня гонишь?» Саввул спросил, «Кто ты, Господи?» Ума у Саввла меньше, чем у хлебушка. Он же сам только что сказал, кто это, зачем спрашиваешь, если знаешь? Или же он решил уточнить, какой именно Господь из Троицы с ним сейчас разговаривает, отец, сын или святой дух? Господь отвечал, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Сразу припомнились Саввул все его злодейства, как он сажал христиан в тюрьму и убивал их. «Что же ты повелишь мне делать, Господи?» спросил он. Господь сказал, «Встань, иди в Дамаск, а там тебе будет сказано, что ты должен делать». Спутники Саввла слышали, что кто-то с ним разговаривает, но не могли разобрать слов. Саввул встал, хочет идти, но не может. «Знаете ли, что с ним случилось?» Он ослеп. И вот его взяли за руку и повели в Дамаск. Целых три дня он с горя ничего не ел и не пил, до тех пор, пока Господь не послал к нему одного ученика своего, Ананию, который исцелил Саввла от слепоты и крестил его. С этих пор Саввул не только перестал гнать христиан, но стал проповедовать Христа, рассказывал всем о жизни и чудесах Христовых и всех уговаривал веровать во Христа и молиться ему. Саввул сделался апостолом и крестил тех, которые веровали во Христа. Его стали звать Павлом. Это одна из самых дурацких историй. Какой-то Саввул Павл такую личную неприязнь испытывал к христианам, что даже усидеть на жопе ровно не мог и потащился в соседнюю страну ловить христиан. Иисус, видимо, оберегая сирийских христиан, заговорил с ним и при этом злобный фарисей тут же его узнал, более того, назвал Господом. То есть обратился как к Богу. Он не спутал его ни с Авраамом, ни с Моисеем, ни с Ильей, значит верил в него и раньше. Зачем же тогда христиан прессовал? Ну а дальше еще интереснее. Иисус ослепил его и заставил идти дальше в Дамаск, после чего один из учеников Иисуса демонстративно вылечил Саввла и тот, о чудо, немедленно перестал быть злым и стал преданнейшим христианином. Более того, удостоился чести стать апостолом. Не слишком ли жирно для сволочи, гнобившей тех же самых христиан? Но мы-то помним, что Иисус неровно дышит к сволочам. Чудеса, совершенные апостолом Павлом. Однажды апостол Павел говорил об Иисусе Христе одному начальнику, в скобках проконсулу города Пафы, Сергию. Тут случился один волшебник, колдун, который мешал апостолу Павлу, уговаривал начальника не слушать Павла. Апостол Павел сказал ему, «Вот рука Господня на тебе», в скобках, «Вот наказание тебе за то, что ты сбиваешь людей. Ты будешь слеп, и долго не увидишь солнца». Волшебник в ту же минуту ослеп, а проконсул, увидавший чудо, уверовал во Христа. Проконсул настолько наивный, что даже не заподозрил возможность предварительного сговора между Павлом и этим самым волшебником. Да как он вообще проконсулом стал? В городе Листре апостол Павел одному хромому отроду, не владевшему ногами, сказал, «Встань прямо». Тот скочил и начал ходить. Чудеса продолжаются. Непонятным остается одно. Вот так каждое чудо документируется в Писании? Тогда почему их так мало было совершено? Если же это какие-то уникальные чудеса, требующие нашего внимания, то объясните, чего в них уникального? Они ничем не отличаются друг от друга, кроме персонажей и населенных пунктов. В городе Филиппах язычники напали на апостолов Павла и Силу, в скобках, из семидесяти апостолов. Избили, засадили их в тюрьму и приказали темничному стражу смотреть за ними хорошенько. Тот сковал им ноги и запер их в самую крепкую темницу. Около полуночи Павел и Сила молились Богу и пели священные песни. Остальные узники слушали их. Вдруг сделалось большое землетрясение, стены темницы зашатались и готовы были упасть. Все двери растворились и оковы со всех свалились. Темничный страж, выскочивший со сна и думая, что все узники убежали из тюрьмы, выхватил меч и хотел убить себя, но Павел закричал ему «Остановись! Мы все здесь!» Зажгли огонь, стали смотреть и увидели, что никто не убежал. Страж бросился к ногам Павла из Силы и спрашивал их «Что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься сам и домашние твои». И стали рассказывать страже и всем бывшим об Иисусе Христе. Тотчас же страж омыл им раны, привел их в дом свой и приготовил для них ужин. В ту же ночь страж со всеми домашними своими крестился. А потом его вместе с домашними перебили, ведь он вошел в преступный сговор с заключенными, организовал им побег и укрывал в собственном доме. Почему история так неожиданно прерывается, ведь у нее определенно должны быть последствия? И почему страж так внезапно уверовал в Христа? Потому что узники не разбежались или потому что землетрясение испугался? Я сомневаюсь, что он никогда ничего не слышал о землетрясениях. Это очень распространенное явление. Многие из нас о нем не только слышали, но и видели. В общем, все очень и очень странно. На мой взгляд, этот страж сам был тайным христианином и просто помог единоверцам сбежать. В городе Труаде апостол Павел воскресил мертвого. Христиане собирались для молитвы ночью, днем было нельзя. Язычники, которые везде искали христиан, могли забрать молящихся, разогнать их, помешать молитве, осмеять обряды, надругаться над таинствами. Однажды, в воскресенье, христиане собрались ночью, служили обедню, в скобках совершали таинство причащения, и причащались. Протеерей запутался в вещах, которые, по идее, должен знать на пять с плюсом. Какая нафиг обедня, если они молились ночью? Вы, конечно, можете мне возразить, что поп-автор до этого пояснял, что днем молиться они боялись. Да, я знаю. Но при чем тут, блин, обедня? Что такое обедня? Да обычная литургия, проводящаяся в утренние часы, перед обедом, за что и была так прозвана на Руси. По ее завершении, как правило, все собирались обедать. Это сугубо отечественное, более современное определение, причем привязанное ко времени. Апостолы, разумеется, никакой обедню посреди ночи не служили. Почему нельзя было назвать их службу правильно, литургией, и не вводить детей в заблуждение, я не понимаю. Апостол Павел говорил проповедь. Служба продолжалась очень долго. Около полуночи один юноша, чувствуя сильную усталость, присел на окно, задремал, уснул и свалился на улицу с третьего этажа. Он расшибся до смерти и поднят был с камней мертвым. Павел сошел вниз на улицу, нагнулся к мертвому, обнял его и сказал, не беспокойтесь, душа его в нем. Юноша тотчас же ожил. По-моему, эта история вообще стебная и призвана поиздеваться над верующими, засыпающими под монотонный поповский бубнеж. Если Иисуса все слушали чуть ли не сутками и при этом никто не думал даже просто отвлечься, то проповедь Павла была, видимо, настолько насыщенной и интересной, что уснувший прихожанин вывалился в окно. Не знаю, лично меня эта байка пробивает на смех. Однажды Павла везли на корабле в Рим, в тюрьму. Я обожаю моменты, когда поп-автор начинает историю с середины, пропустив самое интересное, завязку. Как Павла поймали, где, за что, почему повезли в Рим, если могли посадить в местную тюрягу, никаких объяснений. Апостол Павел раньше говорил, что лучше подождать немного, не ехать, что на море будет страшная буря. Ну, разумеется, после его слов поездку следовало немедленно отложить. Ага, ловишь такой преступника, собираешься в тюрьму отвезти, а он говорит, слышь, гражданин начальник, давай подождем, скоро буря начнется. Послезавтра ехать надо, зуб даю, век воли не видать. И ты такой в ответ, эээ, окей, никуда не едем, все отдыхаем. Его не послушали, но когда вышли в море, то поднялась такая страшная буря, что с корабля побросали в море весь груз и все вещи, какие кто имел, чтобы корабль был легче и не так скоро потонул. Небо покрыто густыми черными тучами, не видно ни солнца, ни звезд, ревет сильный ветер, который все ломает, рвет. Только и слышно, как лопаются, рвутся паруса и веревки, трещат и скрипят доски и бревна. Страшно. Каждую минуту ждут, что корабль зальет волнами, которые то поднимут его, как легкую щепку кверху, то бросят вниз. Вы тоже заметили, что кроме описаний садизма и изуверских убийств, поп-автор обожает описывать буря и шторма. Как только в повествовании появляется шторм, на него обязательно отводится целый абзац красочных описаний, ну прямо и в Азовске от мира попов. Целых две недели продолжалась эта страшная буря. Наконец, Павел становится в средине своих спутников, которые чуть не умирают от страха и от голода, и говорит им «Успокойтесь». Мне в эту ночь явился ангел божий и сказал, что мы не потонем, останемся живы, разобьется только корабль. Вы представляете, как выглядел корабль в те времена? Думаю, да. Также думаю, что если бы ангел явился на современный супертанкер огромных размеров, то его бы и там быстро заметили. Чего уж говорить про крошечную посудину, на которой все друг у друга постоянно на виду, тем более шторм. Как остальные проглядели ангела-то? Даже если бы он был невидим, то Павел-то, общающийся с ним, вполне видим. Вот уже 14 дней, как вы уже ничего не едите. Поешьте чего-нибудь. Он взял хлеб, помолился Богу и стал есть. Другие, смотря на Павла, тоже поели. Они же все в море повыбрасывали, включая хлеб или хлеб оставили. Тогда почему голодали? Из-за морской болезни? Тогда почему не проблевались, поев таких хлеба? Вскоре увидели берег. Корабль со всего размаху врезался носом в песок и сел на мель. Его стало заливать и ломать. Все бросились плыть к берегу, а кто и не умел плавать, хватались и держались за доски и бревна, которые волнами несло на берег. Как сказал Павел, так и случилось. Никто не потонул, все спаслись. Как они вообще управляли кораблем? Или вообще не управляли? Куда вынесет, туда и вынесет? Вообще-то моряки во время бури стараются держаться подальше от берега, когда его видят, чтобы не напороться на рифы или на те же самые мели. Корабль плывет вдоль береговой линии и ищет безопасные места, бухты и гавани, где нет волн и можно спокойно переждать непогоду. А тут просто увидели берег и тут же в него влупились. Попали они на один остров Мелит-Мальта. Все мокрые, продрогнувшие. Какой еще Мелит-Мальта? Поезд Мелит-Мальта. Мальта это действительно остров, а Мелит это один из городов на этом острове. Жители приняли их, развели огонь, чтобы они обсушились и согрелись. Павел набрал охапку хвороста и когда клал его в огонь, из хвороста выползла страшная змея Ехидна и впилась ему в руку. Все думали, что Павел сейчас упадет и умрет, но он стряхнул змею в огонь и остался цел. Ехидна вообще-то похожа на ежа, а не на змею. Но не буду придираться, в библейские времена австралийских ехидны еще не открыли, как и саму Австралию, а слово ехидна переводится с греческого как гадюка. Вот только зачем называть змею ехидной, если проще и понятнее назвать гадюкой. У начальника этого острова был болен горячкою и животом отец. Павел пошел к больному, помолился и, положивши на него руки, исцелил его. Здесь он исцелил и многих других больных. Какой нафиг начальник острова? Это должность такая, начальник острова, как начальник Чукотки? Ну ладно бы губернатор, царь, вождь в конце концов, но начальник принадлежал им Мальта в те времена, если не ошибаюсь, римлянам. Соответственно, не было там никакого начальника острова, а был какой-нибудь наместник, магистрат или тот же самый прокуратор. Много, много чудес творил апостол Павел, много, много исцелял он больных. Больные исцелялись даже и тогда, когда на них клали пояса апостола Павла и платки, которыми он повязывал голову. Ну вот опять все эти много-много, однако же почему-то за все эти многие дела Павла то и дело ловили и бросали в тюрягу, и никто ему не помогал, никто за него не заступался, никто его не отстаивал, на него вообще всем было пофигу. Как так получается? Ведь завоевав в себе подобный авторитет, человек обретает множество надежных друзей, которые вряд ли оставят его в беде. Это элементарная прозорливость, ведь зная, что Павел всех лечит, люди будут беречь его. А вдруг заболеют? Даже шарлатанов вроде Кашпировского во вполне себе современном СССР народ на руках носил. За этого мошенника люди были готовы новую революцию строить, если бы его в тюрьму вздумали посадить. А тут апостол реально лечит и даже воскрешает. Но, однако, всем на него наплевать. Странно. Мученическая смерть апостола Павла Много терпел гонений апостол Павел от иудеев и язычников. Сколько раз его водили на суд, сажали в тюрьму, били палками, побивали камнями. Сколько раз хотели убить его иудеи и язычники за то, что он верует во Христа и учит тому и других. Повторяю еще раз. Иудеи и язычники ненавидели его не за веру в Христа, а за то, что он призывал не верить иудеям и языческим жрецам. Он буквально переманивал чужую паству, поэтому затронуты были исключительно экономические интересы, не более, но и не менее. Но он не боялся ни гонений, ни темницы, ни смерти. Он всем говорил об Иисусе, Христе. Всех учил веровать в Него. Для этого он ходил в Грецию, Италию и другие далекие страны. Наконец, в Риме, по приказанию Нерона, язычники отрубили ему голову. Доходился. А могли ли вам скормить? И опять, нет никаких подробностей, которые как раз здесь бы и пригодились. Гораздо интереснее узнать, как Павла смогли изловить. Предал ли его кто-то, помогал ли ему кто-то спастись. Мы уже так долго читаем про этого Павла и сделали вывод, что он действительно очень важен, иначе зачем ему уделили так много места в книге. Поэтому, столь резкий и неожиданный слив этого персонажа воспринимается нами, мягко говоря, неудовлетворительно. Но разве наши вопросы кому-то интересны? Проповедь и кончина других апостолов. Что же стало с прочими апостолами? По вознесении Господа апостолы бросили жребий, кому из них какую землю идти проповедовать Христа и крестить верующих? И разошлись они из Иерусалима в разные стороны. Где по земле пешком, где по морю на корабле, заходили они в самые далекие страны и всем людям говорили об Иисусе Христе, что это истинный Бог, который спасает всех верующих и молящихся Ему. Многие со вниманием слушали слова апостолов и с радостью крестились, но были и злые люди, которые и слышать не хотели о Христе. Апостолов и тех, которые слушали их, крестились, делались христианами, а языческим идолом не молились, выгоняли из городов, сажали в тюрьму и убивали. Все апостолы пострадали за Христа. Все, исключая одного, Иоанна, Богослова, были убиты иудеями или язычниками. Но, может быть, мы сейчас узнаем о них поподробнее, а то пока что, кроме Петра и Павла, нам больше никого из апостолов подробно не представили. Одного из них, Иакова, которому Бог назначил жребий, быть епископом, архиереем иерусалимским, евреи сбросили с высокой крыши храма. Сильно расшибся Иаков о камне церковного двора, но был еще жив и молился за своих убийц. Господи, прости им, они сами не знают, что делают. Тут один ударил его по голове палкою и убил до смерти. Его, безусловно, жаль, но это все, что нам соизволили рассказать об этом апостоле? Как его сбросили с крыши и добили палкой? А про заслуги его чего-нибудь будет? Нет? Другой апостол, Андрей Первозванный, приходил в нашу русскую землю, но это была пустая, дикая, заросшая густым лесом страна. Не было больших и красивых городов, не было и больших дорог, как ныне. Тогдашние полудикие жители не походили на нынешних, образованных жителей русской земли. Апостол Андрей прошел по русской земле до того места, где теперь стоит славный наш город Киев. Там на горе апостол поставил крест и сказал, что на этом месте будет большой город со множеством церквей, что все жители этой страны сделаются христианами. Но это вообще кулстори, созданная специально для рекламы христианства. После крещения Руси новообращенному православному государству позарез был нужен миф о своей причастности к апостольской миссии. Вот местный митрополит и сочинил его. Ранее же никаких свидетельств появления Андрея Первозванного на территории Киевской Руси не было. История, разумеется, фейк. Причем даже попы умудряются в ней завраться. Например, протеерей Соколов рассказывает нам, что апостол увидел дикие земли с дикими людьми и напророчил, что здесь будет великий город и великая страна. Понятно, почему он так сделал. Ведь тогда не возникнет вопросов, как 500-летний старик вообще дополз до Киева и еще умудрился поднять там крест на какой-то горе. Но в самих же церковных источниках, написанных уже нашими православными попами-фантастами, сказано, что Андрей Первозванный путешествовал не по каким-то диким местам, а гостил в уже давно отстроенном Киеве, после чего заезжал в Новгород, из чего можно сделать вывод, что путешественнику тогда было уже 900 лет, то есть он обогнал всех ветхозаветных долгожителей, кроме Ноя и Муфусалы. Вот это да! В Греции апостола Андрея язычники распяли на кресте. Если Андрей дожил до Киевской Руси, то о каких греческих язычниках идет речь? К тому времени христианскими уже были не только вся Греция, но и Рим. Но опять, никаких подробностей нам не сообщают. Так же пострадали за Христа и умерли все остальные апостолы, исключая апостола Иоанна, которого хотели отравить ядом, но яд не подействовал. Бросили его в котел с кипящим маслом, и тут Господь сохранил его. Он умер своею смертью в глубокой старости на одном острове, в скобках Патмосе, куда был сослан язычниками. Ииииии... Все? Вот так скомкали повествования обо всех остальных апостолах? А ведь их было 12 штук, и это только основных. Почему нам рассказали более-менее подробно только о двоих? Еще про троих рассказали только финал их жизни, без каких-либо подробностей, а про остальных вообще не сочли нужным рассказывать. Хорош учебник. Если поп-автор хотел познакомить детей с апостолами, то их биографии были просто необходимы, пусть даже и краткие. Нам интересно узнать их портреты, характеры, привычки, какие-то особые деяния, о которых в народе осталась сильная и добрая память. И, конечно же, их мудрые слова на путстве, уроки. Они ведь учили людей, как завещал Иисус. Где эти поучения? Нет их. Пара баек про исцеление, страшилки про казни и выдумки про путешествия в нашу необъятную страну. Собственно и все. Получается, что персонажи, которые, по идее, призваны нас учить, выступают перед нами, как петрушки в кукольном театре. Никакой назидательности, никакой мудрости, ничего. Одно пустомельство. Успение, в скобках кончина смерть, Божьей матери. Вы, любезные дети, разумеется, не забыли, что Божья Матерь была дочь благочестивых родителей Иоакима и Анны, у которых до самой старости не было детей. Очень скучали об этом Иоаким и Анна, молились и обещали, если родится у них дитя, отдать его Богу. Как не рады были они, когда родилась дочь, которую назвали Марией, как не любили ее. Но трех лет свели ее в храм и отдали на воспитание священникам. Вы знаете, какая это была благочестивая, кроткая дева, такая святая, что ангелы приносили ей пищу. Занималась она или рукоделием, или молилась Богу и читала Слово Божие. Кому отдали ее, когда она выросла? Старому Иосифу, а чтобы он за нею лучше смотрел, их обручили, потому что замуж идти она не захотела, а дала Богу обещание навсегда остаться девою. В скобках в девицах. Помните мои рассказы о том, как она жила в доме Иосифа, как явился ей архангел Гавриил и сказал, что от нее родится спаситель. Помните, как она родила спасителя в Вифлееме, в пещере, носила его в храм, где встретили их Симеон и Анна, как потом бежала с младенцем Иисусом от Ирода в Египет, как она искала своего двенадцатилетнего сына Иисуса и нашла его. Была с Иисусом на браке в Канне Галилейской, ходила с ним, когда он ходил по земле и учил людей, вместе с ним терпела и бедность, и унижение, а как она страдала и плакала, когда ее возлюбленного сына мучили и распяли на кресте, когда он умер, как радовалась, когда увидела Господа воскресшим. Зачем нам вообще весь этот огромный флешбек почти на целую страницу? Поп-автор половину главы про смерть Богородицы вспоминает ее жизнь. Это совершенно бессмысленная трата времени, только лишь для того, чтобы напомнить нам о Марии, про которую как-то совсем забыли и напоминали большую часть Нового Завета. Но какой смысл напоминать краткую биографию Богородицы, если этой биографии... Итак, кот наплакал, дети без труда запомнили ее историю, потому что там и запоминать-то было нечего. По сути, поп-автор нам сейчас в нескольких предложениях все и повторил. Для чего? Чтобы следом написать, чтобы Богородица умерла? И в очередной раз повторяются дурацкие эпитеты, например, про то, как Марию отдали старому Иосифу, а чтобы он за ней лучше смотрел, их обручили. Зачем за ней смотреть, если она и так благочестива и непорочна? Тогда уж она должна была смотреть за немощным стариком, потому что молодая и сильная. Однако, этому можно найти объяснение, ведь в те времена для женщины родить без мужа было жутким позором. Поэтому авторы Нового Завета не стали подвергать Деву Марию риску быть оплеванной читателями. Хоть зачатия не порочные, но муж должен быть и точка. Потом, оказывается, что Мария сопровождала Иисуса во всех его странствиях, но при этом она почему-то вообще нигде не упоминалась ни разу, и ее след потерялся после пьянки в Кане Галилейской. Она появилась только когда Иисуса казнили. Почему же ее так проигнорировали? Ну и завершение тоже порадовало. Поп-автор забыл нам рассказать, как Мария встретила Иисуса после воскрешения, но во флешбек эту сцену впихнул. Это просто мега косяк. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, причистая Матерь Его Дева Мария жила в доме апостола Иоанна, который, помня слова Господа, сказанные ему с креста, вот Матерь Твоя, почитал ее как самый нежный сын и заботился о ней как у родной матери. Около двадцати лет после вознесения Господня жила причистая Его Матерь на земле. Каждый день она ходила молиться на гроб сына своего и в сад Гефсиманский, где Спаситель наш молился пред своей смертью на кресте и на Голгофу. Злые иудеи хотели убить Матерь Распятого, но ее хранил сын Ея. Узнавши, что Матерь Божия каждый день ходит на гроб сына своего, архиереи и книжники приставили ко гробу стражу, чтобы никого туда не пускать, а самую Матерь Христа убить. Но Бог сотворил чудо, Он ослепил стражей, так, что они не видели Божией Матери приходившей на гроб и наконец донесли, что на гроб никто не ходит, что они долгое время стерегли гроб и никого не видели. Это какой-то бред. Во-первых, ходить к пустому гробу бессмысленно, ведь все узнали, что тело Иисуса исчезло, соответственно, и охранять это место было глупо, как и запрещать Марии туда ходить молиться. В этом вообще смысла нет никакого. И потом, хоть зрения у охраны и не было, но слух-то был. И почему им было проще соврать, что никого не видели, чем признаться в том, что лишили зрения, я не понимаю. Это полная фигня. Вероятнее всего, Мария попросту вообще туда не ходила, поэтому ее там и не видели. А апостолы для красоты придумали такую байку, мол, стоят два охранника у пустого гроба, разговаривают. Видишь Марию? Нет. И я нет. А она есть. Апостолы, которым по вознесении возлюбленного их учителя на небо оставалось одно утешение видеть Матерь Божью и беседовать с нею, почитали ее. Ничего не делали они без благословения и совета Божьей Матери. Уходя на проповедь в дальние страны, апостолы просили Матерь Божью благословить их и молиться за них. Приходя в Иерусалим, они рассказывали ей, где они были, как проповедовали и много ли обратилась ко Христу. К Божьей Матери приходили больные и она исцеляла их. Приходили скорбящие, плачущие от горя и она утешала их. Приходили грешники и она говорила им, что они спасутся, если только раскаются и исправятся. А откуда у нее появились все эти суперспособности, ведь Иисус наделил имя только апостолов, поп-автор опять пропустил какой-то момент. На самом деле, почему про Деву Марию нам начинают сбивчиво рассказывать уже в самом конце и она ни разу не появлялась на страницах священной книги после того, как Иисус ушел из дома? Ну, кроме пьянки в Кане Галилейской, где Богородица вела себя очень подозрительно. У меня даже возникли грешные сомнения, не пошла ли она по стопам Ноя? Ведь из всех гостей на свадьбе только она потребовала продолжения банкета и только ей не хватило вина. Почему вместо того, чтобы благочестиво порадоваться о том, что люди из-за нехватки вина не назюзюкаются в хлам, она начала требовать больше бухла, ведь она была благочестивой и непорочной до мозга костей, как уверял нас поп-автор. Но что-то с ней все-таки, видимо, было не так, если священные авторы умолчали большую часть ее биографии. Наконец наступило время, когда Господу Иисусу Христу угодно было взять причистую матерь свою к себе на небо. С чего это вдруг ему это стало угодно? Просто вдруг захотел забрать мамашку к себе? Почему сразу не забрал, а повесил ее на Иоанна? Неисповедимы пути Господни! Она молилась в садуге в Семанском. Вдруг явился ей ангел и сказал, что через три дня она умрет, и подал ей финиковую ветвь из рая. Пресвятая Богородица велела приготовить все к своему погребению и просила Иоанна, чтобы он нес пред ее гробом райскую ветвь, поданную ей ангелом. Все родственники, множество христиан собрались к Божьей Матери и плакали о том, что она скоро оставит их. Она утешала их, просила не плакать и обещалась молиться за них. Божьей Матери хотелось пред смертью видеть апостолов, учеников возлюбленного сына своего, проститься с ними. Но в Иерусалиме было только два апостола, Иаков и Иоанн. Остальные разошлись по разным странам, проповедовать Христа. И вот какое чудо сделал Иисус Христос, чтобы исполнить желание Матери Своей. Все апостолы, исключая Фомы, были принесены ангелами в Иерусалим, в дом, где жила Пресвятая Богородица. Как они удивились и обрадовались, увидев друг друга, и как плакали, когда узнали, что Господь собрал их для того, чтобы похоронить Богородицу, которую они так любили и почитали. А Иисус злопамятен, так и не простил Фоме, не веря. Наступил день, назначенный ангелом. Пресвятая Богородица, ожидая кончины, лежала на ложе, которое было убрано, как для покойника. Апостолы молились. Вдруг раскрывается потолок. С неба сходит сам Иисус Христос, окруженный ангелами. Богородица поклонилась Сыну Своему и Богу. Лекла на ложе и умерла, как будто уснула. Оттого-то смерть Божией Матери и называется Успением, Сном. Богородица выписывает на смертном адре непонятные кульбиты, кланяясь лежа, но это уже графоманский косяк попоавтора. К причистому телу Богородицы приводили больных, слепых, глухих, немых, бесноватых, и все они исцелялись, прикасаясь к ее телу. Нашли время. Тут покойницу провожают, а они лезут к ее телу толпой. До этого почему-то особо к ней не торопились, ждали что ли специально, когда она помрет, чтобы прийти на похороны и лечиться от нее. Понесли хоронить Пресвятую Богородицу в Гефсиманский сад. Впереди апостол Иоанн несет райскую ветвь. Другие апостолы несут тело Богородицы на плечах. Множество христиан провожают носилки, все поют священные песни. В то же время слышно в воздухе пение ангелов. Но про ангелов нам тут не надо врать. Если бы их действительно слышали, то в христианство бы обратились все без исключения, включая самых настырных книжников и фарисеев с римлянами вместе. Первосвященники и книжники, услыхав, с какой честью хоронят Матерь распятого имя Иисуса, посылают слуг и воинов, чтобы они разогнали всех провожавших тело Марии, чтобы учеников Иисусовых убили, а тело Богородицы сожгли. Но эти злые люди ничего не могли сделать. Облако скрыло и одр, на котором несли тело Богородицы, и провожавших, а слуги и воины ослепли, стукались головами об стены, и искали провожатых, кто бы свел их домой. Только один из иудейских священников, Афоний, протолкался к самому одру, на котором несли тело Богородицы, схватился за него руками, чтобы уронить тело на землю, и что же? У Афония отвалились руки до самого локтя, пристали к одру и повисли на нем, а сам он упал на землю. Лютая жесть. Тут он раскаялся, признал Иисуса Христа Сыном Божиим, а Деву Марию исповедал Матерью Божию. Тогда апостол Петр велел ему приставить свои руки к отвалившимся частям, висящим на гробе. Лишь только Афоний сделал это, руки его срослись, только видна была красная полоска около локтей, где у него отвалились руки. Блин, это же комедия натуральная, я даже комментировать это не могу. Многие из посланных архиереями и из народа, испугавшись слепоты, стали молиться Богородице, чтобы она исцелила их. Молитва их была услышана, они опять стали видеть и сделали христианами. Если слепота так хорошо работает, почему Бог не ослепил на время всех людей вообще, ну или по крайней мере только злопыхателей? Это ведь решил бы проблему с неверием раз и навсегда. Принесли тело Божией Матери в Гефсиманию, все стали плакать, прощаться, прикладываться к телу. Наконец положили в пещеру. Вход в пещеру завалили огромным камнем. Три дня не отходили апостолы от пещеры и молились. На третий день после погребения пришел Фома, в скобках помните, он не верил другим апостолам, которые рассказывали ему, что Иисус Христос воскрес. Горько плакал он, что ему не удалось увидеться с Богородицей и проститься с нею. Он стал просить, чтобы открыли пещеру. Открыли. И что же? Как испугались апостолы, при чистого тела Богородицы не было уже во гробе, лежали только одежды, в которых ее похоронили. Иисус Христос взял и тело своей матери туда, где была уже ее душа, на небо. И Фома опять обломился. Божьи всепрощения к нему никак не относятся. Также любопытно, каким образом Мария просочилась через камень. Иисус, как мы помним, был выпущен из гроба ангелом. Еще сорок дней прожил на земле, а Марию просто телепортировали на небеса. Даже пафосную огненную колесницу не подогнали, как пророку Илье. Так, милые дети, Господь Иисус Христос вознесся на небо, взял туда и свою причистую Матерь. Но никогда они нас не оставляют, всегда с нами, сохраняют нас от всего худого и посылают нам все доброе. Они слышат ваши молитвы, ждут, когда вы вспомните их и помолитесь им. С радостью дадут вам все нужное, полезное. Будьте послушны, прилежны, скромны. Иисус Христос и Его Матерь любят таких добрых детей. Конец. Ух, ну что ж, любезные дети, вот и подошел к концу наш разбор Нового Завета. Поп-автор, уважаемый протерей Соколов, видимо, устав от своей писанины, просто скомкал концовку, не подведя никаких итогов, не придумав никакого напутствия читателям и вообще практически никак не закончив сей пресвятой учебник. Опять, опять придется мне все делать самому. Что тут сказать? Как я и говорил, Новый Завет отличается от Ветхого жуткой скукой и однообразием. Он уныл, затянут и бессмысленен. Хотя, опять повторюсь, здесь чувствуется гораздо более позднее написание. Авторы более современные и умные, они ловко передают желаемый посыл. Вот только насколько он полезен читателю, а полезен он, как мы поняли, вовсе не верующему обывателю, а тому, кто его доит, угнетает и эксплуатирует. За, казалось бы, добрыми и человеколюбивыми наущениями кроется лживая пропаганда угнетения, ведь действительно, что плохого, например, в помощи нищим? На первый взгляд, это правильно и хорошо, но при этом мало кто задумывается, почему ни Бог, ни его слуги ни разу не озаботились вопросом, как вообще победить нищенство. Наоборот, нищие необходимы, без них богатые не смогут исполнять волю Божию и вообще, нищих ждет рай на небе. При этом богатые становиться нищими не торопятся, даже по велению самого Иисуса Христа. Почему же появляются нищие? Это вовсе не разновидность людей, нищета возникает в трех случаях. Первый, когда у людей нет работы. Второй, когда люди физически не способны работать, больные и калеки. Третий, когда люди опускаются на дно, спиваются и становятся наркоманами. Либо просто лентяи по природе своей. Третья группа самая малочисленная и в основном пополняется представителями первых двух групп, срывающимся от безысходности. Как исправить ситуацию? Разумеется, не милостыней на праздник и не бесплатной похлебкой. Нужно предоставить людям возможность зарабатывать себе на хлеб, и большинство нищих тут же исчезнет. Больных и увечных можно лечить и также давать им работу. Ведь даже слепой способен совершать какие-то простейшие манипуляции. Как показывает практика, инвалиды с огромной радостью стремятся работать по своим способностям. Например, в пресловутой Анне Белле Валентине, где люди без зрения производили какие-то простые электроприборы, они уже не чувствуют себя ущербным балластом для общества, они честно зарабатывают себе на жизнь и, что самое важное, чувствуют себя полезными. Да даже если не работать, неужели богатое государство не в состоянии обеспечить нормальную жизнь для горстки инвалидов? В общем, было бы желание и никаких нищих не будет. Но кто тогда будет молиться за богатых и отправляться в рай сидеть на коленях у Авраама? Вы, конечно же, скажете, что Библия писалась давно, тогда были совсем другие порядки, другая жизнь. Абсолютно согласен. В те стародавние времена люди даже представить себе не могли, что можно жить иначе. И с этой позиции у меня к Библии претензий нет вообще никаких. Но нам-то ее впаривают сейчас, в том виде, в каком она существовала тогда. И получается, что нам опять намекают на то, что не считает анормально и правильно. Что слушаться начальника, это все равно, что слушаться бога. Что нужно безропотно платить кесарю кесарева. Хотя с какой, собственно, стати мы должны ему платить. И, конечно же, что ублюдки, преступники и шлюхи дружно отправятся в рай, просто раскаившись и помыв надушенными волосами ноги Христовы. А вот мы в рай попадем вряд ли, потому что раскаиваться не в чем, ведь мы и так живем честно. Это нам хотят втолковать. Не спорю, в этой книге, безусловно, встречаются хорошие и правильные моменты. Но именно встречаются, поскольку их тут раз-два и обчелся. Но если задуматься, все они настолько банальны, что должны преподаваться в детском саду на базе простых детских сказок с поучительным смыслом. Но сами посудите, то, что нужно дорожить дружбой, любить родителей, слушаться учителей, учить уроки, не ябедничать, не лодорничать и не хулиганить, это какие-то уж совсем примитивные наставления, которые следует внушать детям еще до того, как они научатся читать. А Библия, как мне кажется, должна содержать в себе правила для более сознательных и взрослых людей, чтобы они могли открыть ее и найти ответы на свои жизненные вопросы. Но нет, апостолы, вместе с протеереем Соколовым, умело нагоняли пафоса, рассказывая о безграничной мудрости уроков Иисуса Христа, от которых люди моментально начинали верить. Но ни одного такого урока в пример не привели. Лишь небольшой набор каких-то притчей, большинство из которых сомнительны. Дело в том, что Ветхий Завет состоял из довольно интересных историй. По крайней мере, по сравнению с Новым Заветом, их было просто любопытнее читать и слушать. Поэтому авторы Евангелии воспользовались тем же методом и, дабы разбавить свою приснятину, напихали туда притчей. Притча выгодно отличается от сухого повествования наличием некой истории, мини-сказки, которую слушать на порядок интереснее. И замысел через притчу доносится гораздо доходчивее. Поэтому Иисус и шпарил притчами напропалую, ведь изложить пример его урока апостолы не могли. Это очень сложно. Передать мудрость в сухих менторских тезисах. А притчей – запросто, сколько угодно. Но притчи – это не тезисы, и уж тем более не доктрины, и не аксиомы. Это просто красивые метафоры, закрепляющие материал и позволяющие более доходчиво воспринимать его. Но без четкой и внятной основы притча так и останется притчей, да еще и трактуемой, как попало. Один ее понял так, а другой – эдак. Можно сказать, что основой библейской мудрости являются заповеди. В основном все на них опираются. И при этом никто никогда не включает мозг. Ведь действительно, не убей. Разве это неправильно? А не укради. Тоже абсолютно верное утверждение. Вот только уроки так не даются. Из заповедей мы видим только то, что они угодны Богу. Мы не должны убивать не потому, что это что-то за собой повлечет, а потому, что Богу это не нравится. Но если Богу это не нравится, то можно попросить у него прощения после убийства, и он простит. Выпадает основной стержень всей этой священной науки. Причина запрета. Почему мы не должны убивать, красть? Почему мы должны возлюбить ближнего? Это все можно и нужно объяснить, чтобы человек увидел не только тупой запрет, а причину этого запрета. Например, заплывать за буйки нельзя потому, что можно утонуть, а не потому, что спасатель на пляже не хочет, чтобы его туда заплывали. Вот нормальный урок, а не тупая заповедь безо всяких объяснений. В древние времена людей удавалось держать в узде только страхом перед Богом. В наши же дни люди уже ничего не боятся, и им нужно объяснять последствия их действий, тогда заповеди будут работать. В общем, друзья, все это очень и очень печально. Видимо, народ совсем уж держит за идиотов и тупых безграмотных баранов. Но подождите, у детской Библии есть продолжение. Те, кто ее переиздали, вкатили пояснение к книге. Давайте же посмотрим, что они там понаписали. От чистого сердца. Настоящее переиздание известной в свое время книги для детей старшего возраста «Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома», «Ветхие и Новые Заветы», послужит начавшемуся наконец процессу приобщения широкого круга читателей к основному источнику общемировой культуры, к Библии. Без понимания священного писания немыслимо осмысление ни средневековой, ни новоевропейской живописи, и уж тем более иконописных произведений художников Древней Руси. Ну, разумеется, если ты не веришь в Бога, то ты вообще ничего не поймешь в живописи. Ага. То есть, если я не верю в Зевса и Афину, мне бесполезно читать Гомера и мифы Древней Греции. Я просто не смогу их осмыслить. Что за наглый звездер? Забытые образы оживают в нашем сознании, когда впервые Библия приходит к нам в руки. Оказывается, многие обороты речи, ставшие поговорками, крылатыми фразами, усвоенными с раннего детства, имеют свой вечный источник священное писание. Я открою страшную тайну. Обороты речи, поговорки и прочее пришли не только из библейских текстов, но и вообще из всех старинных произведений и баек. Там одни только римские ораторы подарили нам чуть ли не половину крылатых выражений. Так устроен наш мир, что в любых эпохах хватало высказываний и произведений, отпечатавшихся в народной памяти. Более того, этот процесс продолжается и по сей день. А вы нам тут вчехляете, что едва ли не вся мудрость пришла из этого вечного источника. Кое-что узнается через картины знаменитых русских художников, таких как В. Воснецов, Семирадский, Иванов, Врубель или мастеров западноевропейской живописи и итальянского возрождения. А чего только Воснецову инициал поставили, остальные недостойные или у них имен не было. Опять-таки, картины на библейскую тематику это всего лишь крошечный сегмент в огромном багаже мирового искусства. Как правило, художники писали картины на совершенно различные темы, а не только на религиозные. Опять-таки, понять смысл этих картин можно легко и без изучения Библии. Многие сюжеты настолько знакомы по картинам, виденным в музеях, что библейский текст выступает скорее как вторичный источник, лишь проясняющий и дополняющий виденное ранее в картинах и на иконах. Естественнее бы было, как это делали наши предки, сначала усвоить содержание и прочувствовать всю глубину библейского текста, и лишь затем обратиться к многообразной интерпретации его в поэзии, драматургии, музыке и живописи, тем более, что художники дают иногда совершенно свое личное толкование событий, которое сплошь и рядом противоречит святоотеческой традиции и существенно занижает содержание. Вот это и плохо, что многие сюжеты, представленные в музеях, выглядят сочнее, насыщеннее и понятнее, чем в самой Библии, поскольку ни одна, даже самая шедевральная картина или скульптура не заменит литературный текст. Но стоит ли обязательно изучать Библию, прежде чем знакомиться с картинами, посвященными ей? Нет, не стоит. Для понимания сюжета вполне достаточно пары пояснительных фраз толкового экскурсовода. Именно с таким замыслом, при общении детей к глубинам священного писания, на самых начальных этапах обучения культуре была составлена книга про Терри Александра Соколова, написанная красочным, поэтичным языком библейских обрядов и проиллюстрированная в сорока рисунках, выбранных из наследия знаменитых книжных иллюстраторов Доре и Прогорста. Ну, какой красочный и поэтический язык у проэтирия Соколова, мы убедились, особенно когда он начинает описывать садизм и расчлененку. По мнению современного исследователя Эл Дьякова, истолковывая Библию, Доре прибегает к двум трактовкам. Обращаясь к Ветхому Завету, он дает его в плане древнего космизма, стремясь передать грандиозные процессы, переживаемые человечеством на заре цивилизации. Все в этих местах предельно грандиозно и космично. Вздыбленные скалы, бескрайние долины, бездонные ущелья, чудовищные деревья, несметные человеческие потоки, яркие вспышки света, прорезающие ночную мглу, подавляющая своими масштабами архитектура древних храмов и дворцов. Иллюстрируя Новый Завет, Доре более академичен и суховат, несколько скован и сдерживает свою фантазию, хотя в отдельных местах, например, в Апокалипсисе, дает полную волю своему воображению. Доре обладал поразительной способностью зримо представлять слово, причем созданный им образ не рабски следовал за текстом, но приобретал самостоятельную ценность, обусловленную высоким художественным качеством изображения. Отсутствие психологизма в изображении событий большое преимущество художника, подмеченное в Стасовом, но самоценность образа иногда мешает правильному пониманию библейского текста. Нафига нам весь этот ненужный текст? Мы тут творчество Гюстава Доре обсуждаем, или детскую библию? Это мне напоминает анекдот про двоечника, заранее выучившего билет про блог, но вытащившего на экзамене билет про собак, так и тут. Вместо пояснений, касающихся непосредственно книги, мы читаем про иллюстрации, которые в ней присутствовали. В этом смысле священному писанию гораздо ближе иконописной трактовки сюжетов. Не случайно среди икон преобладают произведения на новозаветные темы. Ветхий Завет представлен в иконах, изображающих лишь действующих лиц, пророков, царей и т.д. Но древнерусские мастера выполняли повествование по всему библейскому тексту через монументальные росписи храмов. Через искусство фрески постигается мышление библейских миниатюристов, иллюстрирующих Библию не как книгу, а как храм Божий, стены которого помнят в образах всю семитысячелетнюю историю библейского человечества. Да нахрена это нужно? Фрески, картины это отдельно, а священные тексты это отдельно. Не Бог ли запретил творить себе кумиры, то есть создавать образы, отождествляющиеся с ним? Так чего вы нас провоцируете на грех, заставляя постигать Бога художников и иконописцев? Восстановить мышление древних иконописцев, их подлинное восприятие Библии, как средоточие мира, задача будущих поколений, которые с младенчества смогут усвоить красоту библейского повествования. Нахрена? Вот объясните, нахрена? В этом отношении художественного материала, раскрытых стенописей храмов, гораздо больше теперь, чем было известно в прошлом веке, когда серьезное изучение древнерусской фресковой живописи только начиналось. Может быть, этим можно объяснить, что столь важные пособия по изучению Библии снабжались трактовками сюжетов, исполненными западными художниками, французами, немцами, итальянцами. Зачем нам эта лекция про художников и развитие живописи? Мы только что прочитали книгу, которая требует совсем другого обсуждения и пояснения. Неужели, говоря о детской Библии, больше нечего обсудить, кроме каких-то фресок и картин? На основании заповеди Господней отцы и матери обязаны воспитывать своих детей в истинной вере и благоговейном отношении к священному писанию, чтобы они, вырастая, могли вести жизнь сообразную святости христианского закона и приобретать неусомневаемую надежду на спасение и жизнь в будущем веке по смерти. Ну, разумеется, с молодых ногтей надо вдалбливать чадом, что их ждет счастье, но не в этой жизни, а потом, когда-нибудь, когда они умрут. Как сказано, ты еще приобретаешь неусомневаемую надежду на спасение и жизнь в будущем веке по смерти. То есть, вот это все, что нам и остается, надеяться на какую-то будущую жизнь, а с этой-то жизнью что не так? Почему мы сейчас не можем жить счастливо? Почему мы боремся за выживание, в то время, за наш счет и фактически уже живет в раю, не задумываясь ни о каких загробных жизнях? Ах, ну да, все богатые попадут в ад, вот только это их совсем не напрягает, стоит задуматься, почему. Таким образом, каждое пособие в наставлении истинной вере как бы божественный рассадник Святого Духа, через который юношество должно быть напоено не столько мирской мудростью, сколько мудростью небесной и духовной, то есть, говоря по-старому, благочестием. Благочестие же способствует не только благополучию здешней жизни, но и обретению блаженства жизни будущего века. Я что-то никакого благочестия в детской Библии не заметил, хотя и искал. Более того, вся эта небесная и духовная мудрость как раз таки изиждется на вполне себе мирских понятиях, примитивных и спорных, а вот духовного обогащения, которое достигается путем объяснений простых и понятных каждому истин, читатели как раз и не получают. Для первоначального обучения юношества используются катехизисы, то есть краткие изложения христианского учения. Катехизисы это не только краткие изложения, но еще и догматы, то есть непререкаемые указания, в истине которых строго-настрого запрещено сомневаться. Но форма катехизиса имеет тот недостаток, что дети заучивают наизусть положение из него, часто не понимая смысла заключенного в наставлениях, в дальнейшем это приводит к тому, что встречаются люди зрелого возраста, составившие себе ложное толкование многих истин по собственным понятиям. Все правильно, если начать в них разбираться, поневоле возникнут грешные вопросы, которые задавать нельзя. Именно поэтому люди и оберегают себя от подобных соблазнов, и отключают мозг, просто зазубривая догмы. Но в результате получается еще хуже. Чем сокращеннее наставления и чем менее подготовлены дети к обучению, тем больше учителям необходимо прилагать труда о внушении детям не только формального усвоения слов и изречения катехизиса, сколько истинного смысла библейских образов и цитат. То есть учителя навязывают детям свои понимания катехизиса, а тем приходится с ними соглашаться. Шикарно! Поскольку наилучший катехизис это краткое предельно сжатое изложение священного писания, то и изъяснять краткие наставления следует по священному писанию, по крайней мере за таким подходом стоит богатая святоотеческая традиция. Отношения родителей и детей, например, ярко иллюстрируются самими библейскими сюжетами. Так наставлением родителям по воспитанию детей служит сюжет о первосвященнике Ильи, который сокрушил свой хребет и умер за то, что не родило воспитание детей своих, кончил жизнь тем, что повис волосами на дереве и в Новом Завете блудный сын, бросивший родительский дом, дошел до крайних лишений, питаясь одними желудями, подобно свиньям, которых он пас. Да это все дурацкие сюжеты, вообще никак не наводящие родителей на правильное воспитание детей. Если опираться на эти истории, то родители должны смиренно терпеть наказание за дела их деток мажоров, вместо того, чтобы предотвращать их строгостью воспитания. Родители должны сами направлять бунтующих детей, чтобы те действовали хитрее и не подставились как дурака весолом, а вышли бы победителями и завладели родительским состоянием. И, наконец, родители должны отворачиваться от преданных и честных детей и восхвалять кутил, разбазаривших все имущество, избежавших из дома. Офигенное научение. Вместо того, чтобы впаривать родителям эту фигню, следовало бы заострить внимание на причинах бедствий всех этих персонажей, но я что-то этого не заметил. Получается, что родители учатся терпеть и прощать вместо того, чтобы учить и воспитывать. В настоящем пособии повествование следует тем же порядком, в каком они находятся в Библии, но мудрый преподаватель может нарушать этот порядок, учитывая, что взращиваемая им душа подобна саду, и он, как опытный садовник, должен знать, что посеять раньше на благодатную почву и что даст наилучшие всходы. А почему этим должен заниматься гипотетически мудрый преподаватель, а не поп-автор Протерей Соколов? Пусть библейская хронология останется в Библии, а в учебнике, которым является детская Библия, все должно быть расположено последовательно, так, чтобы не вызывало путаницы и неразберихи. Тогда, поняв учебник, дети будут понимать и оригинальную Библию, а то мы, при изучении Священного Писания следует упражнять у детей, во-первых, память для усвоения наизусть повествуемого, во-вторых, работу разума или понимания и, в-третьих, свободу в избрании того материала, который может быть наиболее полезным в данном конкретном случае. Зачем учить это наизусть? Что же до работы разума, то тут проще его сломать, спотыкаясь о постоянные повторы повествования, и я не понял, в чем должна заключаться свобода в избрании материала? Непонятно, в каких конкретных случаях это может быть полезно, если речь идет об уроках. Ученики сами выбирают, что им учить, а что нет? Я не врубаюсь, что они имеют в виду. Наибольшая благодарность за обучение возникает у детей именно тогда, когда соединяются и тренируются все три перечисленные способности, возникает наилучший контакт между учителем и учеником, и открываются творческие возможности обучаемых. Да ничего там не открывается, дети просто запутаются в этой билиберде. Если учить их будут по этой книге, то учителю придется 50% информации выдумывать из собственной головы, чтобы объяснить все детям более-менее адекватно. Так, притчи о блудном сыне можно воспитать и сформировать уважение к родительскому дому и сыновне обязанности. Не обязательно требовать заучивания повествования слово в слово, достаточно перечесть его несколько раз в течение недели вслух, и ребенок запомнит сущность его, учась нравственности. Зачем три раза повторять эту фигню, как попка-дурак? Даже я, человек, далекий от педагогики, понимаю, что материал лучше усваивается не после трехкратного повторения, а после детальной аналитики. А если анализировать блудного сына, то внезапно кажется, что никакому уважению к родителям и сыновним обязанностям эта притча не учит. Она учит тому, что можно вести себя как ушлепок, прогулять то, что ты не заработал, а потом просто прийти с поджатым хвостиком и родители тебя простят. Более того, похвалят и устроят пир на весь мир. А твой дурачок-братец, который действительно родителей почитал и выполнял свои обязанности честно, не удосужится от предков даже простой семейной посиделки. Офигенная мудрость! Затем следует продумать ряд вопросов, задавая которые, можно проверить правильность понимания и сформулировать понятийное мышление относительно данного вопроса. Это будет уже более глубокий уровень проработки текста. Упражняя таким образом разум и способности понимания, ребенок учится рассуждать о понимании и научается действовать рассудком к извлечению сокровенных истин, сокрытых в Священном Писании. Если ребенок умный, он скорее всего начнет задавать вопросы, на которые учитель не сможет ответить, ведь если он будет отвечать как я, его выгонят из школы под жопу-мешалкой, соответственно, учителю придется врать детям, и вместо поиска истин будет обычное вдалбливание чужих утверждений в головы учащихся. В соответствии с прочитанным содержанием можно обратиться к прочитанной теме даже в том случае, когда преподаются отвлеченные катехизисные наставления, например, когда формируется разумение о спасении как особом даре, открывающемся лучами истины евангельского текста, можно задать после прочитанного фрагмента вопрос, чем доказать, что при грешении ввергают человека величайшее бедствие и несчастье. Дети тут же вспоминают только что прочитанную притчу и приводят в пример историю о блудном сыне, впадшем в такое убожество, что запрещали ему есть даже желуди, которыми кормили свиней. Скорее дети вспомнят, что блудный сын ел желуди только из-за своего упрямства. Если бы он не упрямился, а вернулся к отцу сразу, как только разбазарил все его наследство, то и влачить жалкое существование ему бы не пришлось. Он сразу был бы принят и обласкан добрым папашей. Соответственно, так и надо действовать, запихнуть совесть поглубже и идти просить прощения. И как ни крути, спасение выглядит не особым даром, получаемым за заслуги, а просто гарантированным приобретением, получаемым за раскаянием, неважно в чем. Через некоторое время можно задать обратный вопрос, который будет настраивать уже на сокровенный смысл понимаемого. Чему мы научаемся из истории, что блудный сын дошел до такой крайности, что желал утолить голод свой желудями, хотя известно, ими кормили только свиней. И если сокровенный смысл притчи дошел до сознания ребенка, он ответит, что при грешении ввергают человека величайшее бедствие и так далее. Дети, хоть и маленькие, но не дураки. Они сразу догадаются, что блудный сын питался желудями только лишь потому, что постеснялся сразу вернуться к отцу. Это не грехи его заставляли и не вынужденное стечение обстоятельств, а его личная гордость. Если бы не она, он бы и не хлебнул говнеца полной ложкой. Даже вернувшись домой к отцу, пируя по случаю его возвращения, этот утырок наверняка ругал себя не за то, что промотал отцовское наследство, а за то, что сразу не прибежал домой кайц перед батей. Это отвратительная притча, и ничему хорошему она детей не учит. Употребляя подобные методы изучения библейского текста, родители или учителя скоро добьются того, что дети не только запечатлеют в сердце своем норвоучительные стороны библейских повествований, но и будут просвещены светом Слово Божие и благодатью Святого Духа, будут способны извлекать душевную и духовную пищу из Священного Писания, из этого луча духовного, и преподать к источникам жизни вечной. Ну, если они зазубрят все эти каноны наизусть и будут повторять их, не задумываясь над смыслом, тогда конечно, а если будут включать мозг хотя бы немного, то будут задаваться вопросами. Совсем худо будет, если они научатся переворачивать религиозные утверждения в свою пользу. Тогда вообще караул. Собственно, мы можем видеть полные тюремные камеры, набитые такими истинно верующими людьми, чьи тела покрыты золотыми куполами, крестами и иконами. Поверьте мне, эти люди действительно верят, только вера у них своя собственная, не такая, как у нас. И они уверены, что за все их мытарство им уготовано Царство Небесное, а Библия этому вовсе не противоречит. Вслед за побуждением к свободной работе разума и понимания, необходимо поощрять волю и сердце детей к отвращению от зла через свободное избрание пути добра и света, приобретенного от чтения Библии. Вот как раз таки от чтения Библии вряд ли происходит избрание пути добра и света, поскольку если верить этой самой Библии, к свету мы можем прийти лишь окунувшись во тьму, то есть мы должны грешить, чтобы была возможность просить за эти грехи прощения. Если же мы будем благочестивыми всегда, то как мы поймем, что стоим на пути добра, придется либо выдумывать себе грехи, либо специально грешить, чтобы потом можно было каяться со спокойной совестью. В общем, не согрешишь, не покаешься. Ко всему прочему, добро и свет, демонстрируемые в Библии, уж больно однобокие. Всем этим святым олицетворением добра почему-то разрешается убивать, воровать, обманывать, гневаться, даже заниматься инцестом. И это как бы нормально. Но если этим же самым занимается обычный человек, это сразу преподносится как страшный грех. Библия кишит двойными стандартами, как говорится, что позволено Юпитеру не подвластно быку. Даже всемилостивый Иисус Христос склонен к подобным вещам. Вспомните, как быстро он помог сотнику-язычнику, но потом начал выпендриваться перед обычной бедной язычницей и хананиянкой и оскорблять ее. Потому что сотник построил евреям синагогу, а хананиянка им синагогу не построила. Чувствуете разницу? Тут-то и проходит граница между христианством, усвоенным лишь в понятиях и иногда граничащим с лицемерием и истинным христианством, исповедуемым от чистого сердца. Нет там никакой границы. Как правило, это самое исповедование происходит без каких-либо погружений в материал. Я просто верю, и этого достаточно. Что-то там услышал, принял на слух, и хорошо. Главное, не сомневаться в этом и строго порицать всех инакомыслящих. Лицемерие возникает лишь тогда, когда человек пытается усвоить Библию умом, как это сейчас сделали мы с вами. Вот тогда, понимая все ее косяки, он сначала фигеет от таких разрывов шаблона, а потом, чтобы не прослыть белой вороной или же поиметь профит с дурачков, начинает трактовать ее так, как выгодно ему самому. Те же, кто усваивает Библию сердцем, на самом деле просто заучивают каноны, акцентируются на поверхностных вещах и не пытаются разобраться в ней глубже. Они считают, что это грех, что Библия слишком умная книга, которую обычные люди понять и охватить умом просто не в состоянии. Так зачем пытаться это делать? Нужно просто читать слова из нее и верить, этого будет достаточно. Для закрепления материала некоторые преподаватели советуют завершать проработку данного повествования особым благочестивым размышлением. Какую печальную картину представляет состояние блудного сына в чужой стране? Не иметь пищи и одежды, испытывать голод, видеть себя презираемым, поставленным наравне со скотами. Такова участь тех, кто увлечен собственным безрассудством, пренебрегая пятой заповедью Господней, чти отца и матерь свою. До чего вы к этому блудному сыну-то привязались? Это далеко не самая лучшая притча в Библии. Там есть другие действительно поучительные и правильные истории, в отличие от этой. Ну, давайте представим картину, как выглядел блудный сын в чужой стране. А выглядел он там замечательно. Он бухал каждый день, устраивал оргии, кутил с друзьями, пропивая и проматывая деньги, которые в поте лица зарабатывал его отец. Он выглядит очень даже привлекательно. Так бы и все хотели отрываться на халяву, тусить и бездельничать. Заметьте, в основном на чужбине этот остолоп именно подобным и занимался. Пас свиней он совсем недолго. И еще раз напоминаю, делал это добровольно, без понукания. Он не был захвачен в рабство, его никто не держал на цепи и даже не обременял обязательствами. Он в любой момент мог уйти. Поэтому, как ни старайтесь выставить его несчастным, страдающим за свои грехи, у вас этого не получится. Да и о том, что блудный сын, раскаившись, начал почитать своего отца, я сильно сомневаюсь. И в притче об этом тоже не говорится. Следует учесть, что перечисленные святоотеческие и академические рекомендации в обучении не будут достаточно эффективными, если не и спросить при изучении библейских повествований прямой помощи у Господа Бога и помощи неспосылаемого им Святого Духа, который просвещает разумление и освещает нашу волю и волю ребенка в должном направлении к познанию истинной учения. Разумеется, желательно сначала самим Богом посоветоваться, как лучше детей учить. Уж он-то точно все правильно подскажет. Ну, что за бред? Прямой долг родителей и учителей, чтобы от чистого сердца испрашивать усердной молитвой божественного благословения и учить этому детей в кратких обращениях к Богу, предлагая произносить молитвы перед началом чтения повествований и по окончании их, заучивая краткие обращения к Богу наизусть. При этом можно упомянуть детям смысл притчи о сеющем или о плевелах на Ниве и другие. Все это нужно, чтобы уже перед началом урока засрать детям мозг, не более того. Часто у детей возникает вопрос, который предусмотрен в одном из повествований Нового Завета. Почему только немногие веруют и спасаются? И в ответ можно привести библейские слова. Поскольку недоброе сердце их, но оно есть бесплодная земля. Спасаются только те немногие, у кого недоброе сердце? А я думал, что все наоборот. Что за чушь? Попы совсем зарапортовались. Откуда вообще детям известно, кто спасается, а кто нет? Ведь это будет известно только в загробной жизни. А на земле никто такую статистику не ведет. Выходит, что попы нам просто врут? Даже Иисус ни в одной реплике не говорит, что спасутся немногие, а большинству суждено погибнуть. В притче о тех же сеятелях и колосьях также не рассказывается о пропорциональном соотношении спасшихся к неспасшимся. Там как-то больше о причинах и следствии идет речь. Так что не надо врать детям ради Бога. Вслед за этим у детей возникает помышление, что Бог стал причиной, что люди не веруют и не спасаются, потому что не дал им доброго сердца. И это вполне здравое помышление. Тут следует растолковать, что Бог не создал человека злым, но исключительно добрым. Развращение нашей природы произошло от греха, от непослушания, гордости, стремления к зазнайству, познания запретного. То есть надо опровергнуть строчки этой самой детской Библии, в которых черным по белому написано, что душа у людей изначально была злая. И что это за грех такой, из-за которого случилось развращение наших душ? Не Бог ли его сотворил? А если души тут же развратились, значит действительно они были созданы под властными злу. Животные вон почему-то не развращаются особо, живут себе и живут, как Бог им заповедал, а вот люди нет. Бог не хочет, чтобы человек оставался в состоянии отделенности от него, развращение, впадение в скотское, в материальное состояние. И он подает способы, через которые благодать его воздействует на человека. Так что мешает Богу убрать эти соблазны из жизни людей? Ну или хотя бы, что ему мешает наказывать людей за эти соблазнения, как например Адама и Еву? Накопил какой-то олигарх добра грешным путем, разжирел, а Бог его раз и наказал, чтобы другим неповадно было. Вряд ли кто-то будет стремиться к богатству и излишествам, зная, что его ждет за эти стремления. Подобные воздействия содержатся в Библии, в Святом Слове Божием и в преподаваемых в Церкви Святых Тайнах, иначе называемых Святыми Дарами Причастия, чтобы привести нас к раскаянию, к сокрушению гордого сердца. Но лишь немногие принимают подобные способы благодати и содействия Святого Духа в свое сердце. Большая часть людей отвергает благодать, сопротивляется действию Святого Духа на человека и закосневает до конца своих дней в ожесточении или холодном уме своем. Когда все это можно будет объяснить детям, они легко извлекут полезные уроки о том, что только сам человек с закоснелостью своей во зле виновник того, что сердце его не обращено в добрую землю и что он пребывает отверженным от Бога. Ах, так вон оно что. Мы все должны научиться постоянно чувствовать вину, неважно за что, просто за факт своего существования. Понятное дело, что большинство людей разумно и задается логичным вопросом, а в чем я, собственно, провинился? Я никого не убил, никого не обижал, никогда не воровал, я стараюсь жить честно и достойно. За что мне кается? Ну, как за что? Милостыню не подал, если подал, то не втайне, если втайне, то с недостаточно смиренным лицом, в церковь не ходишь, если ходишь, то редко, если ходишь часто, то мало жертвуешь храму. Причину всегда можно найти, ты, главное, испытывай вину, в противном случае никакого спасения тебе не видать. Хочется привести один пример о чудодейственной силе священного писания и знаменитой книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». На другой день монах принес мне Евангелие, я раскрыл его, посмотрел, почитал, да и говорю, не возьму я его, тут ничего не поймешь, да и печать церковную читать я не привык. Монах продолжал убеждать меня, что в самых словах Евангелия есть благодатная сила, ибо писано в нем то, что сам Бог говорил. Нужды нет, что не понимаешь, токма читай прилежно. Один святой сказал, если ты слово Божие не понимаешь, так бесы понимают, что ты читаешь и трепещут, а ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов. Да вот тебе еще скажу, Иоанн Златоуст пишет, что даже та самая храмина, в которой хранится Евангелие, устрашает духов тьмы и бывает неудобь, преступна для их козней. Отличная строчка, то есть вы понимаете, да? Не надо понимать, что написано в Евангелии, не твоего ума это дело, главное, что бесы поймут прочитанные тобой и испугаются. Класс! Я не помню, что-то дал одному монаху, взял у него сие Евангелие, да и положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него. Спустя несколько времени пришло время мне запить, смерть захотелась вина, и я поскорее отпер сундучок, чтобы достать деньги и бежать в корчму. Первое попалось мне в глаза Евангелие, и я вспомнил живо все то, что говорил мне монах, развернул и начал читать сначала первую главу Матфея, прочитавший ее до конца ничего не понял, да и вспомнил, что монах говорил нужды нет, что не понимаешь, только читай прилежно, дай думаю прочту другую главу, прочел и стало понятнее, дай же и третью, как только ее начал вдруг звонок в казарме, к местам на койке, следовательно уже идти за ворота было нельзя, так я и от... Я все-таки не могу понять как можно увлечься книгой не понимая, что в ней написано, вы когда-нибудь пробовали читать, скажем, какую-нибудь техническую документацию, сплошь состоящую из незнакомых терминов, определений и формул, ну и как, сильно увлекательное чтиво. Вставший поутру и расположившись идти за вином, подумал, прочту главу Евангелия, что будет, прочел и не пошел, опять захотелось вина, я еще стал читать и сделалось легче, это меня ободрило и при каждом побуждении к вину я стал читать по главе из Евангелия, чем дальше, то все было легче, наконец, как только окончил всех четырех евангелистов, то и страсть к питью совершенно прошла и сделать к ней омерзение, и вот ровно двадцать лет я совершенно не употребляю никакого хмельного напитка. И зачем история какого-то солдата-алкаша нужна здесь, в Библии для детей? Если же рассматривать ее непосредственно, то не так уж он и хотел вина, если вместо похода в кабак зачитывался Евангелием. Был бы он настоящим алкоголиком, первым же делом пропил бы это самое Евангелие и набухался в райе чистой воды. Все удивлялись такой во мне перемене. По прошествии трех лет опять возвели меня в офицерский чин, а потом в следующие чины и наконец сделали меня командиром. Я женился, жена попалась добрая, нажили состояние и теперь, слава богу, живем, да бедным помогаем по силе мочи, странных принимаем. Вот уже и сын у меня офицером и хороший парень. Дальше не хватает фразы перепиши это письмо сорок раз и разошли на сорок адресов, тогда будет тебе счастье, здоровье и богатство, а не разошлешь, все будет плохо. Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя, дал себе клятву каждый день во всю мою жизнь читать Евангелие по целому Евангелисту в сутки, невзирая ни на какие препятствия. Так теперь и поступаю, если очень много бывает дела по должности и утомляюсь очень сильно, то вечером легше заставляю прочесть надо мною целого Евангелиста жену мою или сына моего. И так, неупустительно выполняю сие мое правило. В благодарность и славу Божию я это Евангелие оправил в чистое серебро и ношу всегда на груди моей. А что выше, спросил капитан, Иисусова молитва или Евангелие? Все одно и то же, отвечал я, что Евангелие, что Иисусова молитва, ибо божественное имя Иисуса Христа заключает в себе все евангельские истины. Святые отцы говорят, что Иисусова молитва есть сокращение всего Евангелия. Офигенный пример, ничего не скажешь. Никаких ссылок и сносок на произведение, конечно же, нет. Просто вот так. Издатели желают от всего сердца, чтобы дети, для наставления которых написана книга, непременно начинали и оканчивали чтение с молитвой. Здесь предлагаются следующие две молитвы. Блин, так перед началом чтения и после завершения еще и молитвы надо читать? Как это поможет усваивать материал? Молитва перед началом чтения. Приблаги Господи, не спасли на нас благодать Всесвятого Духа, дарствующую нам смысл и укрепляющие душевные наши силы, дабы мы, с благоговением внимая преподаваемому нам повествованию о великих и чудесных делах Твоих, видимых в сотворении мира и спасении нашим, а также в житии мужей, святостью и добродетелями, просиявших, возросли к Тебе, Создателю нашему, во славу родителям же нашим и обществу всему на пользу. Молитва по окончании чтения. Благодарим Тебя, Создателю наш, якосподобил еси нас благости Твоя, во очи и внимати повествованию о чудесных делах Твоих, благоволи, дабы мы, возбуждаемые примером, святые жизни праведных и устрашаемые казнью злых, употребляли все силы свои к приобретению временного и вечного блаженства. Аминь. Диакон Александр Мумриков Александру Мумрикову вместо того, чтобы писать всякую фигню, не помешало бы задуматься о том, что в данном виде Библия для современного восприятия не годится от слова совсем. Ее нужно хотя бы как-то модернизировать. Разумеется, не переписывать, а давать более внятные и толковые комментарии, заострять внимание на деталях, давать исторические религиозные справки, указывать на то, что времена изменились, и если раньше что-то считалось нормальным, то в наши дни это стало неприемлемым. Даже того же блудного сына можно было преподнести по-другому, объяснив притчу современным языком и не обеляя негодяя. Также здесь необходима серьезная историческая трактовка. Я нарочно не стал все расписывать за попа автора, чтобы вы поняли всю глубину путаницы в историческом аспекте. Но в повествовании явно требовалось грамотное и подробное объяснение того, что происходило с израильским царством, кто и когда его захватывал, кто в какие времена им правил. Это позволило бы оценивать ситуацию масштабно, а не как в сказке «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь». Также не мешало бы давать определение заповедям и отвечать на вопросы «Почему?» Например, «Воровать нельзя, потому что мы лишаем человека, возможно, последнего имущества, обрекая его на нищету или даже на смерть. А что, если украдут у нас? Нам самим это понравится?» Задумавшись над этим, дети сразу поймут, почему нехорошо воровать. Согласитесь, это лучше, чем обрубать все догмой так угодно Богу. И почему в Библии чудеса то происходят, когда в них и смысла-то особого нет, а то никак не происходят в самый нужный для них момент. Все это требует объяснения, но боюсь, что объяснять это никто никогда не будет. Я ничего не имею против веры. Если во времена социалистического материализма люди могли себе позволить не задумываться о загробной жизни, поскольку идеология обещала им счастье при жизни, а вместо Царства Небесного люди верили в прекрасное будущее для своих детей, что утешало их сполна, то теперь в наши дни, когда все живут одним днем, нищета стала обыденностью, а за будущее детей становится все страшнее, вновь появилась мода на метафизические дела и на сверхсуществ, которые нас контролируют и оберегают. Ведь если мы потеряем веру даже в Богов, то что у нас останется? Ничего. И жизнь лишится всяческого смысла. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы верить в какого-то непостижимого Бога, который, возможно, действительно где-то существует и которому мы не безразличны. Тем более, что доказательств его отсутствия тоже нет. Почему бы не надеяться на него и не молиться ему, чтобы не сойти с ума от безысходности бытия? Вопрос в другом. Нужно ли верить в библейского Бога? Нужно ли пихать его в головы наших детей? Лично я думаю, что нет. Это абсолютно бестолковая и даже вредная информация, которая учит детей не столько быть добрыми и хорошими, сколько подчиняться, винить во всем самих себя, мириться со всеми тяготами и не рыпаться, как бы сильно тебя кто ни прижимал. Эти уроки учат не думать, а беззаветно верить во все, что лепят православные учителя. Неважно, библейское ли это умозаключение или выдумка самих преподавателей. Совопросничать грех, как мы помним. Поэтому я призываю вас быть умнее, не бояться задавать вопросы и искать на них ответы, помогать детям разобраться в этих вопросах и не бояться, что вас сожгут на костре. Будьте разумными, дорогие друзья. Мы живем не в те дремучие библейские времена, когда за любое инакомыслие людей забивали камнями или бросали со скал, а у всех бедных святых бессребренников обязательно имелись рабы, слуги и, конечно же, огромная стада. Мы с вами живем в этом мире и в это время. Давайте будем бдительными и рассудительными. Отделим же, как учит нас Библия, зерна от плевел, а веру от мракобесия. Аминь. Конец 20-й части. Это была заключительная часть. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok,